здравствуйте дорогие друзья с вами снова николай сегодня я хочу вам рассказать как готовить длинные спагетти мы рассмотрим как это все делается более так подробном варианте чтобы вам все было понятно и чтобы вы могли вкусно пообедать для того чтобы сварить вермишель нам понадобится кастрюля набираю я холодную проточную воду набираем примерно два с половиной литра воды вот эта трехлитровая кастрюлика у нас вот зажигаем большой огонь чтобы вода закипела быстрее все и ставим нашу кастрюлю на огонь пока наша вода закипает немножко теории расскажу смотрите чтобы макароны не слипались как зачастую бывает то есть спагетти не слипались надо покупать спагетти из твердых сортов пшеницы то есть смотрите почему они не слипаются конечно от мастерства того кто это делает тоже зависит многое но в любом случае необходимо все таки все таки необходимо иметь также хорошие спагетти чтобы они не слипались потому что если вы купили какую-то чепуху дешевую то сделать их нормальными рассыпчатыми не слипшимися будет достаточно сложно вот значит основной момент чтобы спагетти были не не слипшимися и вкусными нам необходимо покупать нормальные спагетти изначально вот поэтому настоятельно вам рекомендую покупать спагетти из твердых сортов пшеницы это хорошие спагетти вот ну и правильно и готовить что я вам сейчас и покажу как делается да еще один момент который хотелось бы заметить значит многие используют сливочное масло в макаронные изделия которые готовы я не использую сливочное масло потому что нам придает какой-то сладковатый мне лично вкус который придает макаронным изделиям сливочное масло не нравится поэтому я стараюсь и не использовать сливочное масло а использую рафинированное подсолнечное масло да вот и тогда получается очень хороший результат макароны будут рассыпчатыми спагетти будут рассыпчатыми и будет приятно есть и тем более еще сливочное масло оно достаточно хорошо влияет на то что продукт портится то есть если допустим макароны с подсолнечным рафинированным маслом могут простоять холодильники допустим 2-3 дня то со сливочным если там не дай бог там вы как-то забыли поставить в холодильник там один-два дня их надо уже съесть либо выкинуть нафиг потому что ну портятся очень быстро такие макароны сливочным маслом и еще немного о приправах значит какие приправы стоит добавлять в спагетти мы сейчас разговариваем конкретно о таком продукте как спагетти без ничего просто обычные спагетти не паста баланьеза там какая-то то есть это не паста будет это просто будут спагетти длинные рассыпчатые спагетти слегка приправленные приправами то есть какие приправы можно использовать банально это конечно соль и перец можно также добавлять разные на свое усмотрение мне трудно здесь вам что-нибудь посоветовать потому что у каждого человека есть своя любимая приправа которой он пользуется и которую он везде применяет и поэтому для этого я рекомендую использовать на любые приправы ну вот наша вода закипела теперь ее надо посолить берем соляночку и солим солим немного принципе здесь видите как вода начинает бурлить классно вот а теперь подготавливаем макароны чтоб их закинуть вот смотрите я взял спагетти вот они такие вот сейчас мы их погружаем воду здесь 400 грамм спагетти вот они тоненькие такие и сейчас сама процедура варенье будет вот так выкладываем и сейчас самый интересный момент их надо полностью погрузить под воду для этого мы берем вилку и нижняя часть макарон которые уже погружены под воду они у нас немножко начинают становиться более мягкими и вот сейчас мы вилочкой аккуратненько будем их заворачивать чтобы они полностью погрузились видите то есть нам надо их вот так закрутить так сказать это так чтобы не ломать можем поломать просто макароны пополам да и все упростить себе задачу а вот сейчас мы эти все макароны погружаем под воду становятся мягкими за счет того что вода кипяток видите как она бурлит теперь немного убавляем огонь огонь убавили и теперь помешиваем эти макароны уже стали спагетти прошу прощения наши спагетти стали уже такие более мягкие сейчас немножко погибят и вообще станут очень-очень мягкими на небольшом огне мы постоянно помешивая сейчас мы будем мешать вместе с вами сейчас минутки 3 дам им покипеть и будем дальше замешивать чтоб они не слипались так прошло еще три минутки сейчас мы с вами еще раз помешаем сейчас увидим какие у нас пойти уже стали смотрите видите уже не стали очень мягкими сейчас они будут видеть как интересно все получается вот сейчас мы их замешаем красивенько сделаем нам надо их мешать для того чтобы они нигде не слиплись это в принципе у них такой такое свойство у них как бы отсутствует но если вот так увидите его поймал виде слившиеся значит за счет того что мы мешаем за слившиеся но разладиться видите вот слившиеся вот и как засунул все мы сейчас вот так разделяем процессы мешания разделяем их друг от друга вот так надо интенсивненько мешать чтобы было все красиво вроде навел порядок теперь еще ждем минут пять потому что еще видите она еще не готова сразу хочу сделать рекламу нового ролика которые сниму сразу же за этим это ролик спагетти с морепродуктами у нас будет спагетти с лососем и с аджикой то есть это применить как мне нравится это называется спагетти с лососем или назовем это так паста с морепродуктами короче в общем посмотрите это реклама следующий ролик будет снять на эту тему то есть я покажу как все оформить красивенько все сделать посмотрите это как бы идея на обед да кстати а использовать лосось мы будем тот который вчера готовили в духовке запекали в духовке кстати ролик уже можете смотреть я выложил посмотрите будет интересно так что сейчас из всех роликов снятых вчера сегодня мы с опасно создадим целый кулинарный обед там ну короче очень думайте сами в принципе идея хорошая так наши макароны с нашей спагетти все время ошибаются извините вот наши спагетти эту кашу пробовал уже готовы то есть видите они уже приобрели вид я одну спагетти но попробовал вот какая красота получается видите вот сейчас мы придадим им товарный вид так называемый выложим на тарелочку и сразу же за этим роликом буду снимать ролик как мы это все облагородим и как мы это красиво подадим к столу спагетти с морепродуктами ну вот начинаем сливание наших макарон отделяем их от воды вот дуршлачок открываем горячую воду вот и начинаем всю эту консистенцию сливать значит смотрите я сейчас солью потому что я не могу держите камеру и одновременно то я солью потом включусь покажу как она выглядит уже в дуршлаке как мы это промываем вот у нас уже помещенный в дуршлак спагетти сейчас промываем горячей проточной водой и сейчас вода стекает можно вот так встряхнуть немножко вот и еще разочек вот сейчас когда вода уже стекла мы это все переносим в нашу кастрюлю в которой варили вот так вот эти она вот так вот спрессована сейчас добавим подсолнечное масло как я вам и говорил ранее вот так польем то есть где-то буквально я так вам скажу на глаз где-то 1 2 а лучше сказать полторы столовых ложки эти вермишелька рассыпчатая и маслица придает ему такой блеск и блеск придает сейчас добавлю немножко приправы все это дело у меня приправка такая называется с травами немножко остренькая на такое вот видите она обретает уже такой интересный свет сейчас мешаем это все очень человеке все перемололось или как бы сказать перемешалась среди какая вермишель получилась длинная встречи видите длина какая вот как бы так и макароны очень спагетти наши очень рассыпчатые видите не слипаются нигде все вот рассыпчатая неоднородная масса вот так сейчас они немного постоят кроме крышкой и все блюдо можно считать завершенным спасибо за внимание с вами был николай дорогие мои зрители дорогие подписчики для вас я снял ролик о том как готовить длинные спагетти которые не слипаются и которые приятно есть потом используем спагетти из твердых сортов пшеницы и приятного вам аппетита с вами был николай подписываемся ставим лайки вот здесь вот я сейчас скажу вот тут вот и вот тут и вот здесь вот вот здесь вот будет подписочка в конце здесь вот будет два дополнительных ролика которые я вам река не задаю до новых встреч пока